Которой у вас нет, то вам придется заработать кучу денег на ее приобретение. А самый выгодный способ их получения это отстрел волков. За шкуру опасного хищника выплачивается большая премия. А волчьи шкуры, оставшиеся после покупки яхты, могут пригодиться для изготовления одежды. Согласитесь, плавание в высоких широтах без меховой экипировки, когда льдом покрыт весь стоячий и бегущий текелаж вашей крепкой посудины, ну, это чистое безумие. Я и мой друг Генка, мы твердо знали, что зимние каникул нельзя проводить безрезультатно. Хватит валять дурака, пора двигаться к цели самым практическим образом. Нужно зарабатывать деньги. Третьим в компании был одноклассник, Влас. Наши кругосветные цели не совпадали с убогими мечтами Власа о мотоцикле. Но мы решили объединить наши усилия хоть бы на какое-то время. Из всех возможных способов заработка выбрали мы самый надежный – охоту на волков. Теоретическое изучение вопроса привело нас к некоторым предварительным выводам. Прежде всего, мы категорически отвергли коллективную охоту с использованием флажков. Несколько километров шнура с флажками, специальные катушки для утомительной размотки. Большое количество участников, а с ними неизбежно пришлось бы делиться добычей. Все это нам не подходило. Категорически. Стрихнин – это прекрасный яд для волков. Отменный. Работает на ура. Он подробнейше описан в произведениях Сэттон Томпсона. Но продается только в Америке. Попытки изготовить отечественный и куда более смертельный яд – фтороцетат бария – жестко пресекла любимая преподавательница химии. Но желание применить это химическое оружие двигало нашу научную мысль все дальше и дальше. По расчетам генки, кусочек щелочного металла, например, калия или лития, покрытый тугоплавким говяжьим жиром, мог дать потрясающий результат. При попадании в желудок волка эта капсула, соединившись с его желудочным соком, должна была взорваться. Его теорию мы сразу подтвердили экспериментом в химическом стакане с раствором соляной кислоты. И все школьные запасы щелочных металлов немедленно попали в сейф под пломбу. Туда же последовала и бертолетовая соль, и красный фосфор. Замечательнейший метод русского ученого Ширинского-Шихматова по совершенно безопасному изготовлению гремучих смесей, которые взрываются от малейшего сжатия. Тоже оказался вычисленным учительницей. А как красиво решалась проблема. Капсулу с кусочком щелочного металла волк, голодный как собака, все-таки должен непременно проглотить, чтобы через некоторое время в его желудке прогремел взрыв. А вот эту конфетку из куска бараньей кишки с адской смесью внутри зверю достаточно слегка только сжать зубами. И все. Готово. Бертолетова соль, смешанная с красным фосфором и кусочками фарфора, никогда не давала осечки. В результате взрыв прямо в волчьей пасти и немедленная смерть кровожадного хищника. Все необходимые компоненты для изготовления разрывных пуль, наносящих смертельные раны, химическое отравление волков, взрывание их изнутри и снаружи перестали применяться в учебной программе. На время в нашей школе вовсе прекратились любые опыты. От химической охоты на волков пришлось отказаться. Биологию мы любили гораздо меньше, чем химию. И мысли о применении бактериологического оружия не подкреплялись необходимыми знаниями. Оставалась только физика. Но она предлагала слишком долгий путь воздействия вот этой жесткой радиации на организм зверя. Да и не могли мы тратить десятки лет на получение волка-мутанта, готового без ущерба для здоровья сдавать шкуру родному государству и выращивать ее снова и снова. Агенка, шеф разведки нашей компании, заявил, что в соседнем районе проводятся подземные ядерные взрывы. Но информация была настолько засекреченной, что мы убедились в ее правдивости только через 25 лет. Физические методы уничтожения волков включали использование дешевой электроэнергии. Я попробовал выяснить у отца энергетика, как можно использовать электричество в борьбе с хищниками, наносящими непоправимый урон народному хозяйству стран социалистического лагеря. Но мой отец, не вникая в проблемы Варшавского договора, строго-настрого запретил подключаться к линии с напряжением 500 тысяч вольт и пообещал спустить мою собственную шкуру, если только узнает, что я имею к этому хоть какое-то там отношение. Ну и еще он сказал, что действие на волка столь высокого напряжения оставит на его месте примерно 335 граммов пепла. А волчий пепел уже невозможно сдать за деньги. Ну и после этого физика отпала сама собой. Все исторически выверенные способы тоже не подходили. Стальные капканы, деревянные волчьи садки и ледяные горки, по которым волки, польстившись на приваду дохлого теленка, десятками падают в специальную яму. Все это пришлось тоже отмести. Легко представить, голодные волки с жадностью бросаются на приваду. Правда? Легко. Она лежит на крутом склоне, покрытом предательским слоем льда. Один за другим волки соскальзывают в эту яму, а из нее нет выхода. Но даже пятикласснику известно, что волки это отъявленные каннибалы. Разумеется, попав в замкнутое пространство, им не останется ничего иного. Они начнут моментально утолять волчий голод, пожирая друг друга в этой яме. А результат тоже плачевный. Вместо запланированного десятка волчьих шкур находите в ямах всего-то там одного, два. Правда, уже исключительно упитанного волка. Но мы не могли позволить себе таких убытков. Из всех вариантов охоты оставался только один. Непосредственная схватка со зверем. Мы выбрали охоту на приваде. Этот старинный способ добычи волков требовал от охотника незаурядной выдержки и смелости. Нам это подходило. Но этот способ невозможно применить без самой привады трупа домашнего или дикого животного. Именно вожделенный трупный запах как магнит притягивает голодных хищников. Они начинают терять свою природную осторожность и попадают под выстрелы охотников, сидящих в засаде. С добычей подходящего трупа дело обстояло сложнее всего. Но Влас, мужик хозяйственный, взялся эту проблему решать. С огнестрельным оружием дела у нас складывались лучше. У меня имелось ружье, подаренное мне отцом. Влас располагал ружьем родного дядьки. Не хватало надежного оружия только для Генки. Изготовление арбалета, пробивающего рыцарские доспехи на расстояние двухсот шагов, мы отклонили. Хотя удалось достать в клубной библиотеке Сверидовска почти подлинные чертежи этого смертоносного оружия, выполнены рукой известного итальянского инженера Довинчи. Леонардо, кстати, на секундочку. Чертежи оказались старыми, и многие детали трудно было разглядеть. Но мы с Власом представили, как Генка будет хладнокровно одного за другим поражать волков своим бесшумным оружием. В то же время наши оглушительные выстрелы из двустволок позволят убить всего по два волка. А остальные звери просто разбегутся. Генка предложил, пользуясь чертежами итальянца, сделать хотя бы простенький винтокрила какого-то. Но мы подняли его насмек по следующим причинам. Ну, во-первых, никто из нас не имел навыков ночных полетов. Потом нужно искать аккумулятор, чтобы ослеплять волков с воздуха мощным прожектором. Прожектора, кстати, у нас тоже не имелось. А проект того же Леонардо да Винчи этого предполагал ручное вращение винта вертолета. Ага. Где мы что-то силушки-то возьмем? Последнее нам как раз и подходило. Но аппарат итальянца мог поднять в небо не более двух человек. Один рулит, а второй крутит винт. Стрелять по волкам и ослеплять их светом прожектора в такой ситуации уже абсолютно некому получается. Что ты будешь делать? Для полноценной наземной охоты нужно было достать третье ружье. Наш общий знакомый Борька Пуза Борька Пуза мы его называем. А естественно может у него пуза как галстук горизонтально асфальту. Мы его называем Борька Пуза. Так он потребовал за старенькую одностволку целых 25 рублев. Грабеж средь бела дня да и только. Но если прикинуть что премия за волков в 4 раза больше сдав 63 литровых банок по 40 копеек за штуку мы купили это ружье. Тем более что калибр нашего арсенала оказался одинаковым 16 потом мы делали картечь сначала сбились с ног в поисках старого аккумулятора его все-таки нашли почти новый кстати Генка опять заныл насчет этого своего винтокрыла Леонардо Ди Каприо этого ну да винчи что ты будешь делать говорит вот уже аккумулятор у нас есть ага думаю но мы его сразу же решительно остановили картечь делается элементарно все свинцовые части аккумулятора мы расплавили из нескольких слоев бумаги накрученный на карандаш склеили трубочки диаметром 8 миллиметров не больше в эти трубочки вставленные в банку с песком залили расплавленный свинец так у нас получили свинцовые стержни каждый стержень разрубался на кусочки заготовки будущих картечин кусочки мягкого металла укладывались на днище сковороды положенной вверх дном и раскатывались донышком второй сковороды производство картечи давало результат прямо на глазах полулитровая стеклянная банка наполнялась смертоносными свинцовми шариками каждые шесть картечин это потенциальная волчья шкура и еще один шаг к неизбежной кругосветке это вдохновляло и успокаивало зарядка патронов картечью пересыпание ее крахмалом для кучности а значит изготовление самого крахмала из картофельных очисток связывание картечин между собой для нанесения особо смертельных ран все эти вопросы решались просто незамедлительно по мере их возникновения Генка предложил изготовить оптические преселы причем их производство начать с выплавки стекла для линз но так как сначала пришлось бы сделать мощную печь для выплавки этого стекла эта идея нашла поддержку только частично мы навсегда разобрали фотоаппарат под названием смена 3 принадлежавший моей старшей сестре но прицел у нас так и не получился шо ты будешь делать а сестра потом давала мне по шее но мы попробовали подготовка экспедиции несмотря на режим строжайшей конспирации набирала обороты из продуктов решили брать бобы бекон кофе муку пеммикан соль и сахар бобы мне нравится потому что оно как мясо по питательным веществам как известно все уважающие себя золотоискатели и охотники берут с собой именно эти продукты но бобы к сожалению пришлось заменить горохом а бекон русским салом с чесноком кофе с цикорием в магазинах попадался но решили вместо него взять все-таки чай к нему мы как-то больше привыкли да и сердце не так бухает после него а кофе выпьешь ага хоть оно и бодрит но оно совсем полезно пеммикан без которого на клондайке невозможно прожить ни дня пеммикан называется это мясной порошок его пришлось делать самим кое-как нашли целый килограмм мяса сварили перекрутили через мясорубку высушили в газовой духовке можно было и на солнце но в духовке быстрее маленькую кучку полученного пеммикана высыпали на газету этой жалкой кучкой предстояло довольствоваться почти 10 дней и на всякий случай мы решили взять что-нибудь еще взяли мы говяжью тушенку картоху замороженные пельмени блинную муку варенье и три лимона от цинги от себя хочу сразу сказать как они эти замороженные пельмени хранили-то неужели у них с собой холодильник морозильник был чего-то тут не клеится ну сам подумай замороженные пельмени возвращаемся к рассказу дело оставалось за малым достать только приваду хозяйственный власть приволок огромные такие сани три пустых мешка и мы отправились на свалку свиридовского мясокомбината целого трупа мы не нашли но голова лошади оставившей свое тело для производства колбасы и кучи аппетитных коровьих костей не могли не соблазнить даже самого сытого волка родители приятелей с ужасом следили за тем немногим что удавалось заметить мешок с огромной лошадиной головой никак не вписывался в рамки зимнего туризма воображение рисовало им зловещие картины нашей неминуемой гибели от голода и холода что-то им всем представлялся именно перевал дятлова и как мы все там повыздыхивали но нам таки удалось усыпить бдительность этих привязанных к суше людей им не дано было представить коварство индийского океана скрип мачты и завывание ветра они не знали что такое гик поворот оверштаг и острова фиджи где нет даже кровососущих насекомых вот рай да родители генки и власа могли считаться по морской терминологии только обычными сухопутными крейсами а мне было проще чуток отец ушел от матери и она думала о чем угодно но уж наверняка не о моих приготовлениях к зимнему походу гибрид клена жил тогда с моей старшей сестрой в нашем доме гибрид клена я ее так называл но у них тоже имелись свои заботы никому не следовало знать настоящую цель нашей экспедиции даже влас не догадывался о кругосветных планах он увлекался своей там техникой и на свою долю денег собирался купить мотоцикл и наконец подготовка завершилась и огромнейших кем ручок и ручок ручок пары лыж и мешок с костями и сверху лошадиная голова на нем ружья надежно спрятаны все имущество мы погрузили на лесовоз и он задаром доставил нас на глухую окраину района где еще осенью мы с генкой видели огромные следы матерого водитель спешил досрочно выполнить очередной пятилетний план он выгрузил нас посреди леса махнул нам рукой в том направлении куда нам предстояло идти и уехал оставив за собой шлейф вонючего и черного дыма когда машина скрылась а дым рассеялся мы обнаружили что забыли в спешке широкие охотничьи лыжи они уехали вместе с машиной шо ты будешь делать а тут сугробы как мы тут а лесную дорогу занесло глубоким снегом и мы по очереди топтали снег я делал широкие шагы а влас на голову ниже меня он в мои следы еще как-то попадал а генка ростом то не вышел вечер наступил незаметно пришлось готовиться к ночлегу бывалые таежники в любую минуту готовы заночевать в лесу да мы ж таежники ёккарный бабай сидя на диване в теплой квартире диванным выживальщиком вот этим вот приятно там порассуждать пописать комментарии да о ночевке в зимнем лесу шо мы тут правильно делаем а чо мы тут неправильно делаем а что с собой взять да как и подальше но когда ты ощущаешься здесь на месте все забываешь сразу делаешь все вместе и все неправильно ну обычно так ну вот к примеру можно сделать костер надья называется надью можно сделать это два бревна из сухостойной ели укладывается одно на другое закрепляются кольями и поджигаются и всю ночь огонь тлеет между бровнами а ты лежишь рядом прям как у печки и наслаждаешься звездным небом ну это так оно как смотришь на ютубе да все получается ага есть типа оно так там его двигать надо передвигать переворачивать вот это вот хер заснешь одним словом но все-таки плюс есть все-таки тепло идет значит оно хоть по чуть-чуть но работает едем дальше мы готовились к ночлегу в молодом осиннике где не было толстой и сухой ели а самые могучие деревья оказались не толще руки осинки сочные как морковка поджечь их можно только напалмом причем в очень жаркую погоду но у нас уже не хватало сил идти дальше испробовав туристические топорики в деле мы скоро поняли что брать их в кругосветку можно только в качестве грузил при ловле акул или для натурального обмена с туземцами всю ночь мы не спали собирая в кромешной тьме хворост и срубая тонкие сухие деревца как там пишут да возьми растопочку подожги березовые вот эту вот кору сдери все загорится без проблем ага дергаешь дергаешь а оно ни финта тебе не загорается костер у нас то ярко вспыхивал то угасал и мы стали его добровольными рабами ночь кончилась только утром таким же хмурым и беспросветным как бледные лица компаньонов я посмотрел в зеркальную крышку компаса лицо оказалось желтым ребята рвались в путь но я им сказал что без крепкого чая с лимоном я не тронусь никуда с места они раздраженно меня все ждали пока я растоплю снег и заварю себе чай с лимоном его разумеется пили все участники экспедиции чайпитие разрядило обстановочку и подарила общее разумное решение бросить вещи и налегке протоптать тропу до заброшенной деревни мы долго шли в неизвестном направлении но деревню эту таки нашли там сохранился дом где осенью нам с Генкой уже приходилось ночевать увидев вожделенное пристанище мы повернули назад не дойдя сотню метров взвалив брошенные мешки молча двинулись к теплу и крыши над головою но ночь опять застала нас в пути шо ты будешь делать мелькают эти дни как не знаю как шо влас уже не роптал и не проклинал ни нас ни волков ни заветную мечту вот эту не лезь мою мечту угу ничего уже и даже свою мечту он не проклинал вот этот злосчастный мотоцикл ковровец он шел первым за ним я а сзади плелся Генка волоча по снегу все три ружья уже на подходе к деревне влас бросил мешок с лошадиной головою и с криком волк побежал к нам ружья были моментально все заряжены стволы продуты от набившегося снега мы встали спинами друг к другу и приготовились в честном бою заработать свои первые деньги но коварные невидимые волки почувствовали нашу решимость и отступили у нас у всех тряслись руки влас рассказывал как услышал шумное дыхание в двух метрах от себя и показывал как именно дышал волк влас дышал очень убедительно в точности в точности как голодный зверь решили двигаться дальше в полной готовности к нападению но влас наотрез отказался нести лошадиную голову действительно если трезво вот так вот посмотреть на вещи то и наши консервные банки и картошка и блинная мука и стылые пельмени и даже помикан не представляли для серых разбойников никакого интереса вообще тем более что картошка замерзла аж до каменного состояния а вот влас вместе со своей лошадиной головою мог стать сытным ужином для хищников ведь для них это привычно да зверь и голова торчит еще с этого мешка мы бросили и голову и кости но идти дальше все равно было очень тяжело наш путь проходил через глубокий овраг из которого трудно выбраться даже налегке мы уже испытали это на себе влас заявил что волки сожрут нас именно в этом овраге и спускаться в него ни в коем случае нельзя пришлось обходить препятствия по пояс снегу мы выбрались на собственный след и шли по нему пока он не окончился почти в самом центре деревни но сейчас в кромешной тьме мы не видели ни одного дома я вызвался протоптать дорогу к единственной избушке пригодной для ночлега ребята остались ждать сигнала трех зажженных по очереди спичек я прополз на брюхе пару десятков метров попал в какую-то яму и молча барахтался не имея сил даже позвать на помощь и наконец я вылез таки из этого заебучего снега перекатываясь чтобы меньше проваливаться дополз я до старого покосившегося дома и перевалился через порог наверное на какое-то время я заснул даже но потом вышел наружу и стал зажигать спички увидев ответный сигнал я вернулся в дом чтобы растопить огромную русскую печку через пару часов мы уже все грелись пили чайок ели разогретую тушенку курили и чувствовали себя совершенно счастливыми ребята рассказывали мне что несколько раз стреляли в воздух пока я спал в избушке дом давным-давно брошенный хозяевами медленно-медленно нагревался мы засунули древнее деревянное корыто в необъятную топку глинобитной печки и залезли на нее проснулись только в середине следующего дня затопили остывшую печь и выбрались наружу после ночлега у костра не хотелось даже и думать о немедленном поиске волков все хватит по горло уже эти волки вот этот бушкрафт выживание и так далее не хватит для меня хватит все голубое небо по нижнему своему краю было покрыто морозным узором остекленевших берез красота природы не имеющая прямого отношения к волчьим шкурам упрямо лезла в глаза почему я вспомнил об этом наверное потому что течение отдельной жизни странным образом зависит от какой-нибудь маленькой детской истории вот прям как это бушкрафтеры выживальщики дилетанты один в один если бы вернувшись с так называемой волчьей охоты я не застал в нашем доме приятеля сестры то вся моя жизнь сложилась бы совсем по-другому ведь именно этот мужик занимаясь стиркой кальсон и слегка заикаясь сказал мне а что если тебе поступить на факультет охотоведения а и это так запало мне в душу и запомнилось на всю мою оставшуюся жизнь я придерживал подмороженную губу и подробно рассказывал ему как мы делали снегоступы как обошли на них окрестности заброшенной деревни и не нашли ни единого волчьего следа я рассказал о множестве мертвых селений тогда я еще не понимал что именно свиридовск родной моему сердцу город как паук высосал живую кровь из встреченных нами деревень оставив старой паутине в паутине проселочных дорог только их пустые высохшие оболочки которых никто уже и наверное никогда уже не заживет он внимательно меня слушал а потом сказал слушай в кирове есть такой факультет я запомнил его слова и решил что уж если и буду куда-нибудь поступать то только обязательно именно на это самое охотоведение на этой ноте и заканчивается аудиорассказ от себя хочу сказать интересно мне пораз именно вот детали вот именно детали видишь как дилетанты бушкрафтеры дилетанты охотники только мне не пораз сначала что они там копили на какую-то лодку вот это вот это можно было упустить медведь разбойник мы пробирались глубь восточного саяна нам предстояло пересечь широкую полосу мертвой тайги прикрывавшую подступ к этим горам шли мы весной в апреле в самую распутицу люди и лошади выбивались из сил и можно представить нашу радость когда мы на десятый день добрались до реки Кизыр там решено было и сделать остановку и дать отдых нашим лошадям как как лошади и подгоня собою и бродя по завалам искали прошлогодних пырей единственный их корм в это время пырей в первую же ночь их беспокойное громкое ржание то и дело нарушало тишину долины в нашем табуне оказался жеребец по кличке Чалка который властвуя над табуном разгонял лошадей, не давал им пастись, буйствовал, дрался, и нашему табунщику Самбуеву пришлось на следующий день спутать его. Наши палатки стояли на берегу Кизыра, и как-то утром, когда я стоял у костра, издалека неожиданно донесся крик человека, и сейчас же залаяли привязанные у палаток собаки. Крик повторился, уже несколько ближе и более протяжно. Я и рабочий Алексей бросились к обрыву. Навстречу к нам бежал Самбуев. Размахивая руками, он подавал какие-то сигналы. Внизу по узкой равнине вдоль реки мчался табун. Одна лошадь заметно отставала. Я взял бинокль и в отставшей лошади узнал спутанного жеребца пчалку. Совершенно неожиданно в поле зрения бинокля влетел крупный медведь. Он буквально с быстротой птицы мучался по кромке обрыва, отрезая лошадям путь к реке. Через несколько секунд я со штуцером в руках мчался навстречу табуну. А следом за мной, заряжая на ходу Бердану, бежал Днепровский, знаменитый Забайкальский зверобой. В лагере все всполошилось. Левка и Черня, две наши лайки, неистывали просто. Мы быстро скатились с обрыва на берег и, напрягая все свои силы, бросились вниз по реке, намереваясь спасти чалку. А табун, пробежав мимо нас, вдруг остановился. Он был уже вне опасности. Спутанный чалка старался прорваться к лошадям, но медведь явно преграждал ему дорогу. Жеребец, нещадя своих сил, пробивался сквозь валежник, а медведь, настигая, старался завернуть его кувалу. В тот момент, когда зверь был совсем уже близко, у чалки лопнуло путо. Теперь, казалось, несколько прыжков и медведь отстанет, а я смогу стрелять. Но зверь проявил здесь удивительную ловкость. Он с проворством собаки бросился на чалку и, пропустив его вперед, с таким ревом пугнул жеребца сзади, что тот со всех ног пустился к табуну. Несколько ловких, необычно длинных прыжков и косолапый, поймав чалку за загривок, так крепко затормозил задними лапами, что жеребец взлетел на воздух и со всего размаха грохнулся на землю. Я не успел откинуть прицельную рамку штуцера, а брюхо жеребца уже было распорото. После двух наших выстрелов, будто из-под земли, выросли черня и левка. Медведь закружился и упал. Собаки насели на него, и мы услышали страшный рев, от которого табун снова сорвался, и, ломая завал, бросился к палаткам. Зверь вскочил и, смахнув с себя левку и черню, стал увалом удирать в тайгу. Бежал он тяжело и как-то тупо, а собаки поочередно, одна справа, другая слева, забегали полукругом, хватали его за задние ноги, силя задержать. Так, не отставая, они вместе со зверем скрылись за увалом. Лай собак доносился все тише и тише, а потом он чуть зазвучал на одном месте, и мы бросились вперед. Вскочив на увал, покрытый снегом, мы уже ясно услышали и азартный лай собак, и злобный рев зверя. Тут же мы увидели на снегу струйки темной крови. Торопливо стали спускаться в ложок, откуда все громче доносился лай собак. Судя по лаю, зверь был примерно в двухстах метрах от нас. Быстро перебежали мы на правый берег ложка и, прикрываясь ельником, стали скрадывать зверя. И вот, наконец, мы подошли уже совсем близко. Идущий впереди Днепровский остановился и, подавшись вправо, выглянул из-за небольшой елочки. Затем, не торопясь, осторожно установил свои сошки. В это время откуда-то налетел ветерок и потянул на медведя. Илай сейчас же оборвался. И по лесу гулка разнесся треск. Зверь, ломая кустарник, уходил вниз по ложку, направляясь к кизыру. Мы вышли из ельника к маленькой поляне, где черня и лёвка только что держали зверя. На поляне мы остановились. Вокруг всё было изломано, помято и обрызгано кровью. Ветер только усиливался. И в воздухе закружились белые пушинки снега. Мы разыскали след зверя и пустились в догонку. Лая не было совсем слышно. Медведь, уходя, оставлял на сырой земле отчётливые отпечатки следов. Ломал сучья, выворачивал колодник. Когда на пути попадались высокие завалы, звер уже не перепрыгивал через них, а переползал. И собаки брали его за гачи и тащили обратно, вырывая клочья шерсти. А вот скоро снег повалил уже хлопьями. Запорошил следы собак и зверя. Идти дальше не было никакого смысла. После коротких переговоров решили возвратиться назад в лагерь. По пути поднялись на отрок хребта и долго прислушивались, надеясь уловить лай собак. Однако, кроме треска падающих деревьев и стопа старых пихту, ловить ничего не могли. И мы спустились к Кизыру. На стоянке никого не застали. Товарищи успели свернуть лагерь и уйти вверх по Кизыру до реки Таска. Там мы предполагали провести несколько дней. Пошли конским следом. На месте будущего лагеря не было еще ни палаток, ни костра. Весь груз лежал на берегу. Но люди уже суетились, устраивая бивак. Я вышел на возвышенность. На юг от Таски виднелись снежные громады гольца Козя, зубчатые гребни которого уходили далеко-далеко на восток. Там они образовывали новые, более мощные вершины, от которых во все стороны отходили изрезанные складками аутраги. Видневшиеся горы были покрыты недавно выпавшим снегом. И только по многочисленным циркам, круглым горным котловинам, окаймленным синеватыми скалами, лежали косые тени вечернего солнца. Выше реки Таска хорошо обозначалась долина Кизыра. С востока и юга нас окружали горы. С севера к реке подходил стеной мертвый лес. Как же хороши были горы в своем зимнем наряде! Какими величественными казались их вершины на фоне темно-голубого неба! Сжатые гребни хребтов, круто спадающие в долины Кизыра, были изрезаны глубокими лощинами. В них-то и зарождаются те бесчисленные ручьи, которые летом пугают своим шумом даже зверей. Снежную полосу гор, образующий горизонт, снизу опоясывал неширокой лентой кедровый лес. А еще ниже, покрывая долину, лежала мертвая тайга. И только у самого берега Кизыра виднелись тополи, ели, кустарник, да по прибрежным сопкам иногда попадались одинокие березы. Когда я спустился к реке, солнце уже скрывалось за горизонтом. Из глубоких ущельей поднималась темнота. В лагере царил беспорядок. Складывали груз, таскали дрова, чистили, чистили поляну и ставили палатки. Не успел я и осмотреться, как из леса нашим следом выскочили собаки. Увидев нас, они остановились и, поджав хвосты, виновато посмотрели в нашу сторону. Левка, согнувшись в дугу, стал прятаться за колодником. Черня упал на спину, подняв кверху лапы. Мы подошли к нему, и он, будто стыдясь, закрыл глаза. И только лишь изредка, чуть-чуть приоткрывая правый, внимательно следил за нашими движениями. Пышный белый его галстук на груди был запятнан кровью. «Значит, задушили медведя», радостно сказал Днепровский, обращаясь к Черне. Черня, уловив в голосе добрые нотки, сейчас же встал, но все же продолжал вопросительно смотреть в лицо Днепровскому. И только теперь, только лишь теперь мы заметили, что бока у собаки были раздутые, а морда засалена. Днепровский быстро отстегнул кожаный ремень, но не успел замахнуться им, как Черня снова лежал на спине и, приподняв свои лапы, стал отмахиваться ими. Левка бросился на утек, но через несколько прыжков остановился. Мы понимали, что отучить Левку сдирать сало с убитого зверя было просто невозможно. Ради этого он готов был насмерть драться с медведем, лезть на рога лося, днями гоняться за диким оленем. Сколько было обиды, если убьешь жирного зверя, да забудешь накормить его салом. Сутками в лагерь не приходит и в глаза даже тебе не смотрит. Теперь же он взялся научить этому ремеслу и черню. Завтра надо заставить их везти к медведю, сказал Днепровский. Не пропадать же добро. В хозяйстве оно как все пригодится. Над горами уже спустилась ночь. Еще ближе придвинулись к лагеру горы, еще плотнее подступили к палаткам молчаливый лес. По небу играли, переливаясь блеском звезды, широкой полоской светился млечный путь. Изредка, словно светлячки, бороздили небо метеоры. А утром, после завтрака, мы стали собираться в дорогу. Стоило только взяться за штуцер, как Левка и Черня сразу же сполошились. На лодке спустились вниз по Кизыру до порога. А дальше уже берегом дошли до нашей старой стоянки. Собаки вопросительно смотрели на нас, еще не понимая, почему их держат на сворах и чего от них хотят. Не зная замечательной способности Лайк возвращаться на стан своим следом, посторонний человек наверняка сказал бы, что наше предприятие обязательно окончится неудачей. Но именно эта особенность Лайк, не раз уже испытанная нами на опыте, давала нам надежду добраться до зверя. В данном случае затруднение было однако в том, что следы собак исчезли вместе со снегом, который уже успел порядком растаять. Мы прибегли к такому способу. Днепровский, ведя на поводке Левку, направился к трупу Чалки, далее на Увал. Придерживаясь того направления, каким собаки гнали медведя. А я остался на месте, чтобы наблюдать за поведением Черни. Едва Днепровский только отошел, как Черня сразу забеспокоился, стал нервно переставлять ноги и, не открывая глаз, следил за ними. Не отрывая глаз. Чем дальше уходили охотники собака, тем более волновался Черня. Он, видимо, соображал по-своему, по-собачьему. Левку повели кормить, а разве я меньше его, Голдин? Он стал крепко тянуть меня вперед. В Черне проснулась звериная жадность и собачья ревность. Это-то нам и нужно было. Через десять минут я догнал Днепровского. Черня, натягивая поводок, уже сам шел впереди. Стоило ему только опередить Левку, как ревность пропала, и он пошел уже уверенно, не переставая помахивать своим хвостом. А Черня, который был старше Левки на два года, имел уже большой охотничий опыт и не зря считался хорошей зверовой собакой. А Левка во многом уступал ему. Черня легкий и ласковый по характеру. Он был просто неутомимым на охоте. А Левка был грубым, но бесстрашным в схватке с медведем, за что мы его любили и много ему прощали. В критическую минуту, когда нужно было прибегнуть к помощи собаке, мы всегда имели дело именно с Черней. Он быстрее, чем Левка. И понимал, чего от него требуют тоже быстрее, чем она. Все сильнее натягивая поводок, Черня вывел нас на увал. И мы узнали, что идем не собачьим следом, а своим, еле заметным на старом снегу. И вот стало ясно. Возвращаясь вечером, собаки наткнулись на наш след и по нему вышли к стоянке, значительно сократив свой путь. И тут всякое сомнение исчезло. И мы прибавили шагу. Спустившись в ложок, Черня свернул влево. Мы пошли вниз по размокшему снегу. Стали попадаться сбитый колодник, сломанные сучья, места схваток раненого зверя с собаками. Кое-где сохранились даже отпечатки его лап. И я легко себе представил Левку в те минуты, когда обессилевший медведь потерял способность маневрировать и уже не мог отбиваться от него. Видимо, Левка все больше и больше наседал на зверя. И та шерсть, которая все чаще попадалась на пути, указывала именно на его работу. И вот через час показалась уже полоска кизыра. Мысль о том, что зверь мог уйти за реку, не на шутку встревожила нас. Но черня, дойдя до реки, свернул вправо. И скоро он остановился. Все вокруг. кусты, колодник, пни. Все это было изломано, свалено, вывернуто, будто зверь обломками отбивался от собак. Черня, помахивая хвостом, провел нас через поляну. И мы оказались на краю небольшого ската, под которым виднелась густая пригустая чаща. Туда-то именно и стремился медведь, уходя по лошку. Не зря, значит, собаки его тут держали, сказал друг Днепровский, с любопытством осматривая чащу. Попади он туда раньше, собаки могли бы отступиться. И действительно, Левка и Черня, будто понимая, что в густом ольховнике им уже не справиться с медведем, они задержали его именно на поляне и в конец измотали его. Медведю удалось вырваться с поляны и он бросился по крутому откосу вниз. Однако собаки задержали зверя. вцепившись в его задние лапы. Отгребаясь передними лапами, зверь кое-как дотащился донизу и, обняв старую пихту, остался неподвижным. Через час туша была уже разделана. Медведь был ранен одной пулей. Она прошла в кость между грудью и правой лопаткой через край легких, застряв в левой задней ноге. Это был довольно крупный самец. Мы спустились к реке, развели огонь и, отдыхая, наслаждались чайком. Черня лежал прямо рядом со мною, изредка поглядывая на костер, где жарился и кусок мяса, тоже для него. И, заметив, что я наблюдаю за ним, он подполз ближе, подставил свою голову под мою руку. Я обнял его и прижал к себе. Увидев эту сцену, подошел ко мне из-за саленной мордой и Левка тоже. И все. На этом и заканчивается аудиорассказ. Все хорошо, а не у костра и ламповая атмосфера. Оказывается так. Автор Рассказ называется Чистая правда. Ну, прям чистейшая правда. Автор Шнейдер Самой крупной дичью, которую я подстроил на своем веку, была домашняя утка. Но речь будет идти не о ней, а о настоящей дикой утке, которую я поймал однажды голыми руками. Не улыбайтесь, там, произошло это вот так. Мы с женой жили тогда в дачном поселке Каштак, в 20 километрах от Челябинска. А я работал в городе, поэтому мне приходилось подниматься в 5 часов утра. Жена, накормив меня завтраком и проводив, опять ложилась спать. Ну, а я легкой трусцой бежал по едва заметной вьющейся между корабельных сосен тропинке, боясь опоздать на свой автобус. Вот в одно такое темное, моросящее осенним дождем утро, когда я уже отбежал больше половины расстояния от дома до остановки, из кустов вдруг точно пущенный в ворота футбольный мяч вылетел какой-то предмет. Я рванулся в эффектном прыжке, перекувыркнулся через голову и сел на мокрую траву. И в руках у меня неистово крякала утка. И что было мне делать? Ну не везти же мне ее в город. Я вскочил и, рискуя опоздать на автобус, помчался обратно к дому. Разбуженная моим нетерпеливым стуком, жена приоткрыла дверь и спрашивает, что опять что-нибудь забыл там, а? Отвечать на традиционный вопрос мне было просто некогда. я говорю «Держи!» крикнул я и бросая утку в комнату и без оглядки помчался обратно к остановке. Когда я вечером вернулся домой, жена смеясь указала мне под письменный стол. Там в моем спортивном чемоданчике как в гнезде сидела утка. «Ну и напугал же ты меня! Где ты ее взял? И чья она вообще?» «Как чья?» «Была не чья, а теперь наша!» И мне пришлось рассказать о моем утреннем приключении. Жена недоверчиво покачала мне головой. «Здесь что-то не так!» как и всегда по возвращению с работы я собирался мыться, но не успел осуществить свое намерение. Заметив стоящий на полу тазик с водой, утка выскочила из-под стола и бросилась в воду. Она с таким веселым кряканьем стала плескаться, что мы не могли удержаться от смеха. «Замечаешь, у нее что-то с крылом не в порядке», сказала вдруг жена. «Ты ее, наверное, сильно помял, когда ловил». «Ну, это ведь был мой первый опыт», возразил я. «Следующих уже я буду ловить поаккуратнее». И хотя от купания утки все стены нашей маленькой комнаты, пол, кровать и даже потолок были забрызганными, мы решили, что она останется у нас жить. Но на другой день, когда я вернулся с работы, жена с грустью сказала, «Уж очень невоспитанно ведет себя эта твоя утка. лазит на кровати, на стол и все, что не накрыто и жрет». «Ну, а что ты от нее хочешь?» сказал я примиряюще. «Ну, ведь она же дикая». «Ее нужно зарезать или отдать кому-нибудь», сказала жена в другой раз, показывая мне отпечатанные на подушках точно по трафарету утиные лапки. Я горячо протестовал, ссылаясь на то, что утка дикая и ее никто не учил хорошим мэйрам там в лесу. Но когда на следующий день я увидел трафареты из утиных лапок уже на моей рукописи, приготовленной для отсылки в редакцию, тут уже я призадумался. Из нее вышло бы замечательное жаркое, ласково сказала жена. Ты еще не согласен? Конечно нет, суп гораздо вкуснее. На завтра был выходной день. Мы как раз садились за стол, когда к нам подошел сосед по даче, инженер и страстный охотник. У него было вытянутое унылое лицо с бесцветными глазами, которая никогда не улыбалась. Говорил инженер, сильно заикаясь при этом. Сам того не подозревая, он был большим юмористом. А знаете, Георгий Федорович, сказала жена охотнику, сегодня у нас суп из настоящей дикой утки, садитесь с нами обедать. Сосед не заставил себя упрашивать. Вам крылышко или ножку? спросила жена, наливая ему суп. К-к-к-к-крылышко, ответил он. Только пожалуйста, не это, а другое. Я заметил, что жену неприятно удивила такая разборчивость, но она ничего не сказав поменяла крылышко и мы стали обедать. Гость ел с аппетитом, с сильным свистящим звуком втягивая в себя суп. Когда тарелки почти уже опустили и Георгий Федорович заметно порозовел, он спросил, где это мне удалось подстрелить эту утку? Ну и я с увлечением стал рассказывать. А, у меня тоже была утка, сказал он, принимаясь за крылышко. Подсадная. Я ее недавно случайно подранил. Она жила у меня на террасе. Да вот на дне куда-то убежала. Черт ее знает куда. жена подозрительно так посмотрела на меня. Ну что вы, товарищи, запротестовал я горячо. Это была настоящая, дикая, нестрелянная утка. Эх, хватно верю. Наконец выговорил сосед и вынул изо рта. Положил на стол попавшуюся ему на зуб пульку дробинку. Охотно верю. На этой ноте и заканчивается аудиорассказ. От себя хочу сказать, что видишь это Яков Рудознатиц. Рудознатиц.